господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешным номер 269 события дня эпиграф 1 петра 47 впрочем близок всему конец за 6 сентября 2016 года и далее предупреждение показываю ролики которые на одну и ту же тему но с разных сторон рассматривает человека который натворил невиданное зло пересорил миллионы людей некоторые не понимают это дело и заразу пустил слова секта это всюду везде все покрыло он сектовед главный колдун над этим и оказалось все фальш и ложь и как ослепленные все до самого верха епархии патриарх синод никто ничего не видел вот он как лакмусовая бумажка показал что нет духовного рождения нет водительства духом божиим у вас же с первого раза видно что он чужой человек а то сегодня ну столько вот роликов такие люди занимаются это не то что там лапкин сказал бы о невежестве его никакого отношения не имеет он ни к проповеди вдруг миссионерские отделы везде появляется вначале большего обмана нельзя придумать имитация по духа святого господь посылает не отдела два человека два и нет другого нигде во всем священном писании элдат и мадат вот все посылает моисея арон все и по двое господь всех учеников посылает и дальше в истории знаем кирилл и мефодий по двое идут вот какие отделы были макарий алтайский глухарев один там кто может помощник у него был какой это же иннокентий вениаминов митрополит просветитель северных народов это же николай японский не было никаких отделов не было это все дворкинская подворотния то я не могу только лаять свистеть улюлюкать травить вот сейчас посоветовался я подать на кемеровскую епархию суд то что россия 24 было и там ударцев евгений вылез совершенно не понимает что лже свидетельствует и говорит я заставляю врать а сам врет стоит нахально то есть это самые бессовестные люди в отдел эти набрали самое жестокие непримирительное только чтобы угодить там вышестоящему кто над ним поставлен а деле там архиерею конечно зализывать его если подлость одна такое гнилье расплодило это все вот один человек ну не один конечно америка тут потрудилась послали его израиль теперь все это выявлено я первый раз увидел его ничего этого не знал что наркоман клятвенно связан с сша не знал но я сразу сказал это человек в яви живи и сектантов то не видал не знает он нигде хорошего не видит не знает и лжут они умирают от переливания крови раз не дают до переливания крови ты вылез это сколько сот детей заразили спидом переливание крови нашел что они такие плохие они такие но врет же стоит вот это есть я приучаю детей к лжи свидетельств от ударцев говорит он ни на одно слово не ответит почему обязательно связан как-то с дворкиным обязательно это главный колдун главное сектоведение сектоведа такой должности нету лжепрофессоры посмотри сколько столько зла натворили он взял такую разрушительную работу которой не стали ни гитлер не могли сделать почему ну вот далее сказал выражение хьюстонские гарвардские проекты вот он один из них в галстуке прикатился сюда занимается созданием и распространением злобных слухов сплетен разрушительные клеветы вот кто клевещет неподкрепленный научными исследованиями экспериментами подрывной деятельность этого человека и липовый шарлатан я беру только из интернета ничего нет почему потому что на трупе ненародно гниющий труп который гниение свое принимает за жизнь ну а далее вчера выступил опять виталий калиников за него там заступать и пытается с ним обращались не так и вот он пишет это пишет наши отношения это обо мне он пишет да он человек в почтенных летах что за почтенный не знаю я просто живу готовлюсь к исходу исповедник и труженик истинный благовестник и друг христов ему нужна наша молитвенная поддержка и давайте ему окажем он и сполна заслужил ибо вся деятельность его осуществляется во славу христа бога нашего на пользу нам братьям во христе а то что он не своей славы ищет а божие это очевидно лишь только тому кто искренне ищет иисуса но к сожалению тем кто считает себя сообщатом божиим присно находится в поиске хлеба куса не имея помазание святого рассуждая в дымение своего благородной и красивой деятельности игнатия тихоныча изрыгают потоки бездарной и грязной клеветы не видно низги вот интересно он был здесь сурово с ним я обходился плохо несколько месяцев но жил то вместе его призывал к честному труду скорости быстроте задуматься к молитвенам подвигу я его знать не знаю я просто говорил как мне показано и он совсем соглашался проходит денег когда я в себе сейчас это увидел а все был два раза в семинариях был там поступала человек не со стороны говорит это не ударцев не не дворкин и какие-то там дудину скоротовские господи наш господи не менее им греха этого и вы не ведает ведь что творят найди господи откроем глаза да прославить тебя как это присно делает на примере веры и жизни своей гнатия тихоныч ибо нет иного бога так заботящийся своем творении как ты а раба твоего игнатия укрепи просвети и благослови на дальнейшие труды во славу имени твоего святого наш милосердный бог и его во аллилуйя аминь эти многое пошло ему на пользу его помнят молятся мы со всех сторон все рассматриваем вот нынче несколько человек думали упасились от потеряевки для этого необходимо подавать заявление они ознакомляются с уставом доброе утро а но получила бумаги то игорь вчера да дал бумаги то но там где написано номер свидетельства карандашом там они пусть переправят сами синим синим только скажи пишите синим ну все мы картошку копаем никого нету я полуживой один володя а никита пасет его наняли пасти копать картошку некому все отошел ползаем а нынче дожди были такая почва на виллу становишься виллы не тонут как асфальт земля огромными глыбами отворачиваешь и картошку не найдешь где сначала косить надо вы косили все так косит володя не знаю как там помолитесь уж все пока да все давай береги себя все время проверяет звонят утром никита меня будет первая молитва за него а в 6 ровно утра звонит татьяна кузьминиша капустина события дня но какие события наши я смотрю путин президент владимир владимирович наступает у него большие дела у нас махонькие дела борьба с колорадским жуком а у них у них другое там патриотизм георгиевские ленточки всем выдали и прочее а мы этих жуков давим на картошке где картошка порезан они туда толпой лезут очень необычное такое лето было и от необычей картошку копать с места про не извинишь пари дам обычно задний заканчивали а тут нужно сколько дней два дня и я не знаю за неделю кончим или нет так вот богу славу это наши небольшие дела события дня как господь благословить но другие которые писали там что это уже родина ждут когда возвратимся в город большие вопросы у людей накопились как говорят они чтоб по скайпу поговорить кто-то книги просит прислать в америку в германию там во францию я говорю все после 10 октября на дела то совсем маленькие думаю человек приехать подробности разбираем строится надо весной с весны зимой дать еще одно помещение тут есть дать но тут только уж если без малышей живут а с малышами она здание такое не приспособленная к этому чтобы жить тут жили потеряя вы приезжали у нас как гостиница богу славу больше вы построили но тут вот думал один сделать дом красивый что бревна были внутри видно было но заказал все оплачено и вдруг ничего нет виден разворовали разошлись и никого нигде нету на каждом шагу обманывают вот тут роспотребнадзор то и смотрел бы за этим уголовный розыск а ничего нет обманули да и обманули не верь